Всем приветулечки, ребятулечки! Вы на канале Просто Play4U и сегодня с нами наш любимый Викинг с War of Clans. В этом видеоролике, ребятки, подведем итоги Йотунхейма Битвы за Трон. Так что всем, кому интересно, то же самое, все поудобнее, берем с собой чайочек, бутербродик, либо другие вкусняшки, обязательно нажимаем лайкосик и полетели смотреть видосик! Мазычка! Ну что, ребятулечки, вот и закончился Йотунхейм. Был я жирный дядька, 2,5 триллиона, осталось всего лишь навсего 786 лярдов. Подожгли, сожгли все войско, осталось всего лишь навсего 6 лямов Т4. Кто был на стримчике, знает, днем, ребятки, началось все с того, днем был стримчик, я более 4 часов простоял в Йоте, пришлось самому сливать свои Т3, так как, как вы помните, у меня было, Т3 у меня было 7 лярдов, Т4 было 20 лярдов. Никто не хотел бить, штурмы залетали очень мало, очень редко, днем вообще актива не было. Пришлось самому сливать Т3, я просто Т3 брал и атаковал чужих Т4, выносил. С горем пополам там закрыл на Т4 8 полок, ну к наградам сейчас перейдем. Сейчас расскажу просто предысторию, как это все происходило. Ну и вечером под очередной ивент я залетел, там уже начали штурмить, начали бить, все классно, но там я был без бустов. Без бустов я был, били без бустов нормально, только я юзал бусты, уже у них потери были, скажем так, ну потери у них и так были, у меня были потери в 2 раза меньше. И соответственно, когда я юзал бусты, меня уже переставали бить. И вот я уже расстроился, у меня осталось, сколько у меня оставалось? В конце стрима второго у меня оставалось буквально 12 лордов Т4, я уже думал оставлять их на ночь, но не тут-то было, ребятульки. Спустя 5 минут буквально я зашел на мульта скинуть, там резы были 100, ну 100 лордов, думаю, камня сохраню, скину на Твина, чтобы не оставлять. Только я захожу на Твина, перезахожу обратно, меня бьет, кто-то меня бьет, буквально Т1 меня бьет. Сейчас я все покажу, меня бьет кто-то Т1, вот, нет, это меня отбили, это у меня, вот, Т1, сейчас покажу, мне не это, вот это, вот. Начинает меня бить Т1 буквально, выносить мои Т3, ну моих Т4 выносить. Я думаю, ну врублю бусты, врубаю бусты, короче, слава богу, устел, и тут полетело, ребятки. Сейчас я вам покажу, вот Т1, видите, бьет, 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 бьет. Т1, 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 и тут буквально начинается. Не знаю как, не знаю почему, но вот видите, нормально пробивал меня. Влетает у меня Макарчик Т7, остается, видите, 12 лярдов, 300 и 700, ну в принципе нормально, в принципе немало. Потом, ба-бах, влетает штурмик, один, лярдосик ложится. Ну, в принципе, более-менее, не знаю, какие там бусты были, не были, топовые, но по-моему были. Потом за меня взялись вот эти вот жесткие ребятулечки. Влетает в меня раз штурмец, в принципе неплохо, 780 на 450. Влетает в меня два штурмеца, это все происходит буквально вот на протяжении минуты, минуты, двух там, я не знаю. Влетает еще один штурмец, выносит 1,2. Потом, ребятулечки, влетает Т1, влетает еще один штурмец, еще полтора ложится. То есть, видите, это все происходит буквально на протяжении одной минуты. Потом еще один штурмец, сразу же все, это все влетает прям вот нон-стопом, 3 лярда. Вот тут уже все, тут уже вафли, 3 лярда ложится. Остается, в принципе, 4, там, 4 с половой, 300 и 700. Я думал, этого хватит еще, хватит хоть на сколько-то. Влетает в меня еще раз Макарчик, влетает Т1, и видите, это все на протяжении вот происходит буквально минуты. И тут уже влетает в меня штурм, который с 4,4 выносит 3,5, Т6 и Т7, забирает практически все. И вот этот отчетик меня очень удивил, прям, прям максимально удивил. Я, конечно, не смотрел еще, кто это, но тут явно топич хороший, хороший, так как 3,5 лярда снесли за раз. То есть, забрали Т4, забрали Т6, забрали Т7 и штурм мы даже, ну, видите, не осиливал. Я думал, хотя вот это количество войск, вот это количество входит, думал, как минимум 2 штурма еще примет. Но, как оказалось, нет. Ну, и тут уже подобирали. Видите, сразу же еще один штурм влетает буквально за минуту. То есть, нормально штурма повлетало. Повлетало просто там колоссальное количество штурмов. Ну, и разобрали полностью. Тут уже и Макар добивал, и все добивали. Короче, нормально, да, там спустя буквально, буквально 5 минут, как закончился стримчик, ребятульки, вилды влетели, разобрали полностью. Но, скажу вам одно. 27 лярдов вот эти, которые следили. Я пожалел. Я пожалел о том, что я начал сливать Т3. Я пожалел о том, что я принимал штурмы без бустов. Я реально об этом всем пожалел. Потому что я не закрыл бойню. Я не закрыл бойню. То есть, лям рунических я не забрал. И я не закрыл жатву. Второй лям тоже не забрал. Видите, не хватило 400 с гаком миллионов. До двух рунических монет. Праздничный я закрыл нормально. Седьмой тир я закрыл. Отлично. Шутку я не делал. Так, что тут? Что тут? Бонни не закрыл. Закрыл, не закрыл. Монстров. Я даже монстров побил, сделал. Шаманчиком на стримчике показывал. Восьмой тир закрыл. Так себе. Три ступеньки. Четвертый тир сейчас покажу. Четвертый тир я закрыл. Восемь ступеней. Это своими Т3 колупал Т4. Закрыл тоже. Ну, в принципе, в принципе, неплохо. Я забрал лярдик голды. Я забрал лярдик голды праздничный. В итоге вышло где-то, я не знаю, лярда 2, 2 с половой. У меня голды. Закрыл ачивки. Закрыл гладиатора 15-го. Закрыл там, распускал войска. Закрыл кровавого. Но самое интересное произошло утром, ребятулечки. Знаете, что? Попал я в топы. Сейчас я вам покажу эти крутые награды. Вот, видите? 19 место. Сделение войны. Это такое самое классное. Вот. Первое место. Праздничная бойня в Йотунхейме. 100 лямов золота. 400 тысяч рунических монет. И 9 тысяч ускорений. Огромный сундук. Классно. Вообще бомба. Вообще супер. Второе место. Жатва в Йотунхейме. 25 лямов. 3. Крепкий драконий форт. Сундук камней. 6 тысяч. И по 1500 сундуков ускоро. Топчик. Топчик. Но самое сладкое. Вот оно. Первое место в рейтинге бойня в Йотунхейме. 7 тир. Дары правителя. Звездные осколки. Дары правителя. Ресурсы. Пламя Хельхельмед. 5 лямочков. Чтобы я мог шмот капать. Ну и конечно же ускорение. И тут у меня еще первое место бойня в Йотунхейме. Еще соточка. Еще 15 тысяч камней. Крепкий обитель ворона. 3 по 3 часа. И 9 тысяч сундучков. Топчик. Топчик. Вообще просто топчик. Ну это клановое. Клан занял 40 место. В принципе все. Ну вот. 3 лямочка рунических. В итоге что имеем ребятки. 5 и 4 лярда голды. 5 и 4 лярда голды. Но это еще ачивочку. Нужно больше воинов. Можно закрыть. И будет уже 6 лярдов. 6 лярдов голды. Ну в принципе уже неплохо. То есть 2 лярда нам нужна на стройку. Она максимальная. Но еще не правда не считал святилища. И 3 лярда уже останется с копеечками. Это же замечательно. Это просто топчик. Так. Рунических у меня тоже есть. Есть у меня 7200. Будем на стримчике разбираться. Что делать. Что брать. По любому будем какую-то гра. Арт брать. По любому будем вип брать. Скорее всего. Не знаю. На стримчике буду ждать вас ребятки. Сегодня будет. Ну сначала будет стримчик. А потом будет видосик. Так что. Кто попадет. Кто попадет. Кто нет. Ребятки. Приходите. Подписывайтесь. Кому интересно. Это замечательная игра. Пожимайте лайкосики. И замечательный стримчик. Будем вместе обсуждать. Что развивать. Что качать. По руническим. В принципе. Вышло где-то 4 с копейками. Миллиона. Я набил. 2 ляма не взял. Конечно. Было бы 9200. Было бы вообще топич. Я бы 2 гарда взял. Еще бы на VIP осталось. Или может образ какой-то. Не знаю. Но в принципе. И так неплохо. 7 лямочков. В принципе. Замечательно. Вышло. По осколкам. Вышло. У меня 15 лямов было. Вот видите. Вот награды. То есть. Вот это сейчас забираем. Забираем. Дары правителя. Звездные осколки. Лям. И 50к. Этих. Знак силы. По ресурсам. Тут тоже топчик. Серебра вышло. Где-то 5 лирдов. 5 лирдов серебра. 5 триллионов. Простите. 5 триллионов серебра. И по 2 триллиона резов. В принципе. Вообще нормально. Будет на что восстанавливаться. Смогу это 7 на тренинг. И это 4 на тренинг. Вообще топчик. Вообще. Вот это прям порадовало. Вообще от души. Прям смогу восстанавливаться. Это прям супер. И ускором нормально. 22 500. То есть. Это грубо говоря. Сколько это? Это 45. 45 тысяч недель. 45 тысяч неделю. Скоро упало. Ну и конечно же камни. Теперь можно посчитать камни. Какие мне нужны. Какие не нужны. Какие можно переработать в пыль. Ну и конечно. Теперь есть смысл задуматься о 40 мастерской. Так как можно будет с этими камнями. Теперь сделать топ камни. А топ камни это топ урон. 450 процентов. Ну. К этому дойдем. Об этом я сейчас покажу. Ребятки. Кто знает. Тому показывал. Кто не знает. Тому еще покажу. Расскажу. И не раз. Так что. Теперь буду по камням тоже считаться. В принципе. Классно. Все классно. Все срослось. Да. Обидно конечно. Опять. Опять не закрыл на максимум йоту. Но тем не менее. Наград получил. Получил более чем достаточно. Ускоры вернулись. То есть. У меня сейчас есть ускоры. Ну. Давайте посмотрим. Давайте вот эти ускоры откроем. Сейчас я покажу. То есть. Срезами понятно. Срезами топчик. Просто нормалечек. Ну и камни открываем. Тут 21 тысяча. Прям. Бабах. Насыпало нормально. То есть. По ускорам у меня. Я в ноль. Я все под ноль потратил. Все ускоры под ноль ушли. Все ускоры под ноль прям ушли. Сейчас у меня есть. Вот. 15 дневные. Эти по 40 тысяч недель. Тут 34. Тут в принципе 66. Ну в принципе неплохо. 60. 149. В принципе неплохо. На восстановление войск хоть что-то да будет. Ресурсы есть. Ускоры есть. Голда есть. По звездным осколкам. По звездным осколкам. Ой. По осколкам души 390. У меня было 15. То есть 375. 375 я набил. Я думаю конечно получится как минимум по 500 миллионов. Но к сожалению так как думал не срослось. Всего лишь на всего 375. Ну зато звездных осколков он набил. Так что можно брать горды. Можно качать. Можно развиваться. В принципе я говорю. Достаточно неплохо все вышло. Ресы есть. Ускоры есть. Осколки души есть. Голда есть. Все есть. Можно расти. Развиваться. Все прям топчик срослось. Все прям нормально. Так что ребятки. Итоги йоты вот такие. Обидно конечно не забрал еще 2 ляма руинческих. Но зато попал в топы. Вернул резы. И вообще все классно. Будем сейчас ребятки на стримчике решать что делать. Что качать. Как развиваться. Либо будем осколки в тайны. Вбабахивать. Но я же склоняюсь. Я хочу все таки прокачать форсети. Вот тут что-то хочется мне прям на максимум прокачать форсети. Как минимум он даст еще 3,5% к скорости обучения. То есть быстрее буду обучаться. 11% к здоровью всех войск. И 30% к урону. То есть в принципе можно будет паладинчиков то попробовать побить. Сейчас циту мы покачаем. Думаю форсети прокачать. Ну конечно еще есть форсети. Еще есть локи. Еще есть локи. Тут тоже как бы 60 лямочков. Просто на прокачку асов сейчас улетят все осколки. А я прикидывал. Мне выгодно конечно еще за осколки покачать тайные. У меня тут осталось как бы не так много. Не так много тайных. Нужно добить вот. Добить 48 нападения. И все. И забыть про первую ступень. Абсолютно забыть про нее. И в крепостях осталось абсолютно там. Ну не так много как кажется. Вот. Тут уже 10. Тут 10. И тут останется буквально еще пару этих. Пару ступеней и все. И тут крепости тоже на максимум прокачаны. Тот же самый лимит обучения еще есть. Еще увеличится. Будет более чем по 10 лямов. Ну короче. Это все сейчас на стримчике будем обсуждать. Будем решать как расти. Как развиваться. Ребятка думаю подскажут. И вы думаю залетите. Подскажете что да как. Так что в принципе Йота прошла довольно таки неплохо. И очень круто. Да. Поначалу конечно меня не били. Штурмы не влетали. Но под конец ребятки. Под конец. Я пожалел. То что я слил подушку Т3. То что я принимал штурмы без бустов. У меня там влетали штурмы по лярду. По лярдосику. Улетало. Вот это скорее всего без бустов было. По моему без бустов это все было. Вот эти все штурмы. Я начал принимать. То есть видите. А ну а не. Это уже топовые штурмы. Это уже топовые штурмы пошли. Так что ребятки. Надо было оставлять и Т3 подушку. И Т4 с бустами держать. Постоянно. Потому что. Ну не топы скажем так не бьют. А топы влетают и сносят. И с бустами и без бустов. Все равно. Видите да. То есть. Там нормально. Особенно вот этот. Вот этот отчетик. Когда уже. Вот этот неплохо. Тут неплохо уже. Тут неплохо ударили меня. Пехотой. Пехотой нормально долбанули. Пехотой да. Осадками. Бабахнули нормально. Нормально. Три лярда сразу легло. И тут бабахнули уже добили. Не это. Не это. А вот тут. Вот тут уже разнесли. 300 лямов я снял конечно. Но мои 3.5 лягло. То есть. Я не знаю. То есть. Это минимум. Минимум 10 лярдов надо держать Т4. Иначе смысла нет. Топы разнесут просто за два штурма. Так что ребятки. Вот так вот. Пожалел я. То что начал сливать Т4 и Т3 без бустов. Знал бы. Придержал. Держал бы до последнего. И на бустах. И с асами. И со всем. Так что вот так вот. Ну в принципе неплохо. Все позакрывал. Попал в топы. Даже два первых места взял. Одно второе. Все классно. Мне понравилось. Честно. Ну 2 лямчика иронических не добрал. Ничего страшного. Буду без випа. Без випа. Может буду с випом. Посмотрим. Не знаю. Секиру надо взять конечно же. Урон при обороне. Защита при обороне. Количество воинов в обучении. Но хотелось взять и Секиру и Хель. Хель в принципе стойкость есть. Хель качается достаточно просто. Там просто сколько идешь заработать и все. Ну посмотрим. Хочется конечно и випчик покачать. Тут остался один сундучок и у меня уже 48. Заманчиво. Заманчиво. Так что ребятки прошло. В принципе все нормалек. Через месяц очередная йота. Так что будем готовиться. Будем настраиваться. Ресурсы в принципе есть. Ускоро есть. Все есть. Завтра у нас анонс БК. Так что ребятки. Всем кому интересно. Это замечательная игруха. Викингс Вар оф Кланс. Обязательно подписывайтесь на канал. В этом месяце мы уже сделали плюс 100 подписчиков. Осталось 180 до первого косарика. А там будем подавать еще одну очередную заявку в поддержку стримеров. Если меня возьмут. Сразу же ребятки буду просить устроить для вас розыгрыш. Так как вы огромные красавчики. Прожимаете лайкосики. Пишите комментарии. Даете советы. Помогаете расти и развиваться мне. Ну а я соответственно думаю тоже помогаю чем-то и вам. Так что всем кому интересно. Подпишитесь. Прожимайте лайкосик. Пишите комментарии. Знаете тут для вас старается. Ваш просто play for you. Всем огромное спасибо за внимание. И конечно же завтра увидимся. Увидимся сегодня на стримчике. Но видосик выйдет уже после стримчика. Так что завтра по любому увидимся на анонсе битвы кланов. И разберем планы на следующую неделю. Будет интересно. Так как там будет еще битва королевств. И многое другое. Так что ребятулечки. Встретимся. Всем пока.